Волгоградская область находится в числе передовиков по росту рождаемости, во многом благодаря грамотной политике региональных властей по повышению качества жизни населения. Об этом уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов заявил, подводя итоги своей рабочей поездки в наш регион. Почти 10 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году обрели новую семью. Этот показатель в нашем регионе растет год от года, как рождаемость. Только за последний год число малышей, появившихся на свет в роддомах региона, увеличилось на 10%. Хотел отметить, что за последний год в Волгоградской области в числе передовых по приросту населения, потому что сегодня не так много регионов в России, где население увеличивается, а не уменьшается. И здесь вот действительно показатели растут. И много детей от 0 до 13 лет появилось. Настоящий серьезный прирост. Успешно развивается у нас по оценке полномоченного по правам ребенка и семейная форма воспитания детей, оставшихся без родительского попечения. Это позволяет закрывать детские дома за ненадобностью. К примеру, в соседней Саратовской области подобных соцучреждений в три раза больше. Поэтому у волгоградцев есть чему поучиться, отметил главный омбудсмен страны. У вас растет число, при том, что число выявляемых детей без печенья родителей растет, но растет и число устроенных семей. Растет последовательно. Опять же, один из немногих регионов, где растет число детей, устроенных на семейные формы воспитания. Это, конечно, надо поддержать эту тенденцию, не разрушить ее, не потерять. И меня порадовало, что у вас много усыновлено детей, о старшихся без печенья родителей, 1574. Необходимо развивать институт приемных семей, уверен Павел Астахов. Он посоветовал перенять опыт других регионов по подготовке потенциальных родителей к этому ответственному шагу. А также предложил разработать программу по привлечению студентов педагогических вузов, молодых специалистов к работе с детьми, оставшихся без попечения родителей. Что же касается проблемных вопросов, в частности обеспечения жильем сирот, то здесь, по мнению омбудсмена, уже наметились положительные сдвиги. Сегодня в России принято изменение в законодательство, регулирующее предоставление квартир детям-сиротам. И волгоградским парламентариям нужно привести региональный закон в соответствии с федеральным, чтобы нормативный акт заработал.